Всем доброго времени суток. В сегодняшнем видео уроке мы с вами сделаем вот такую вот вращающуюся елочку. У этой елочки всего 4 стороны. Если добавить немножко больше грани, то она будет смотреться, конечно, лучше. Но я вам покажу основные принципы, как сделать такую елочку. Итак, для начала нам нужно перейти в фотошоп и найти нашу елочку. Вы можете в фотошопе найти любую елочку, шарик, сердечко, снежинку, все что угодно. Она тоже может быть предметом для вращения. Ну, поскольку у нас новогодние праздники впереди, то я взяла вот такую вот елочку. Но целая елочка нам не нужна. Нам нужна только ее половинка. Поэтому я возьму инструмент рамка и вот так вот выделю половинку нашей елочки. Вот здесь можно подкорректировать немножко. Нажимаю клавишу Enter. В данном случае нам желательно, чтобы край середины елочки совпадал с краем нашей фотографии. Почему, вы узнаете это чуть позже в программе ProShow Producer. Итак, я сохраняю эту елочку, файл, сохранить как, вот в эту папку. У меня она есть под таким названием. Я добавляю сюда единичку, чтобы остался оригинал. Обязательно расширение PNG и сохраняю. Вот это та елочка, которая нам будет нужна. А теперь я хочу сделать еще несколько слоев разноцветных, для того, чтобы нам удобнее и виднее было, что у нас получается в программе ProShow Producer. Поэтому я беру инструмент перо и вот так вот рисую треугольник по краям нашей елочки. Нарисовала. Добавляю новый слой. На этом слое становлюсь в середину нашего нарисованного треугольника, нажимаю правую кнопку мыши, выбираю образовать выделенную область, растушевка нам не нужна, нажимаю ОК. И заливаю каким-нибудь цветом, ну вот, к примеру, вот такой оранжевый. Выбрали цвет, выбираем инструмент заливка и заливаем. Добавляем еще один слой и заливаем, ну пусть вот такой зелененький цвет. Нам нужно всего таких четыре треугольника. Добавляем еще один слой. Вот сделаем голубенький, еще один слой и, ну пусть будет вот такой фиолетовый. Вот у нас есть елочка и четыре треугольника, которые мы тоже должны отдельно сохранить, каждый в своем файле. Выделение отменяем. Убираем глаз с елочки и теперь сохраняем каждый треугольник. Захожу в файл. Сохранить как. Ну и можно обязательно расширение ПНЖ. И можно дать им название 1. Отключаем верхний глазик. Следующий у нас будет с расширением ПНЖ и названием 3. И последний то же самое. Вот у нас теперь есть половинка елочки и четыре треугольника. Фотошоп нам больше не нужен. Мы его закрываем. И переходим снова в Прошоу Продюсер. Я останавливаюсь на ленту со слайдами. Нажимаю правую кнопку мыши. Выбираю вставка. Добавить пустой слайд. Заходим в параметры слайда. И добавляем один из треугольников. Вот первый наш треугольник. Видите, середина нашего файла находится посредине. Если вы хотите, чтобы ваша елочка сразу стояла либо справа, либо слева, вы должны ее сразу же выставить в первом ключевом кадре. Ну, меня пока устраивает. Я здесь оставлю движение 0.0. Опять-таки, если вы хотите уменьшить ее или увеличить, то тоже сразу в первом кадре это выставляйте, чтобы потом к этому не возвращаться. Но я пока оставлю по умолчанию. Итак, вот одна из граней нашей елочки. Елочка у нас будет вращаться вдоль своей оси. Вот здесь вот. Чтобы это происходило, нам необходимо поставить точку вращения именно вот в эту точку. Если помните, я вам говорила, что желательно, чтобы наш файл с какой-нибудь стороны обязательно проходил через середину елочки. Почему? Потому что вот эта точка, это фиксированная координата нашей грани. В любом файле это 50 единиц. Значит, вот здесь вот в центре вращения мы ставим минус 50. И вот видите, точка вращения наша стала именно на вот это вот место. Теперь, копируя первый ключевой в кадр, последний, нажимаем правую кнопку мыши и выбираем копировать следующий ключевой кадр. Нам нужно, чтобы у нас было 5 ключевых кадров. Давайте для начала выставим время. Нажимаем на вот эту кнопочку и выставляем, возьмем 8 секунд. Нажимаем ОК. И нам нужно добавить до 5 ключевых кадров. Вот у меня 5 ключевых кадров. Я выставлю их по 2 секунды равномерно. Значит, вот у меня здесь на 6-ке 4-й, на 4-ке 3-й ключевой кадр, и на 2-ке 2-й. Ну, а теперь давайте посмотрим, как будет двигаться одна из граней нашей елочки. В первом ключевом кадре она стоит вот в этом положении. Нам нужно, чтобы эта грань за время нашего слайда сделала полный оборот вокруг своей оси. Вращаться наша елочка будет по часовой стрелке. Вокруг своей оси, то есть мы будем менять вот этот линейный наклон. Вот, видите? В первом ключевом кадре он стоит на нуле. Поскольку елочка вращается по часовой стрелке, значит, мы будем двигаться вот сюда. Во втором ключевом кадре мы поставим здесь 90. Вот, она у нас спряталась, не видна. В третьем ключевом кадре мы ставим 180. В четвертом 270. И в пятом 360. Вот, давайте посмотрим, что у нас получилось. В первом почему-то у нас получилось 90, а должно быть 0. Сейчас я проверю. Да, все правильно. Ну и теперь давайте посмотрим, что у нас получается. Вот одна грань у нас описывает круг вокруг своей оси. Хорошо. Давайте теперь поставим другую грань. Добавляем сюда другой цвет, голубой. Эта грань у нас будет идти от 90 градусов и по круг дальше. Значит, точно так же мы выставляем здесь минус 50 вращение. Обязательно копируем предыдущий ключевой кадр. Добавляем 5 ключевых кадров. Выставляем их точно так же, как в предыдущем случае. Вот второй. Третий, четвертый. Выставили. Теперь нам нужно только поменять угол. Становимся в первый ключевой кадр и ставим здесь 90 градусов. Вот я поставила 90. Следующий, соответственно, будет 180. То есть каждый раз добавляем по 90 градусов. Потом 270, 360 и последний у нас будет 450. Давайте теперь посмотрим, что у нас получается. Вот у нас два слоя. Вот вроде бы как вращается елочка и вдруг такое впечатление, что она возвращается обратно. Что у нас получается не так. А не так, то, что в некоторых ключевых кадрах нам нужно поменять вот эти вот две грани местами. Давайте теперь посмотрим медленно, что у нас происходит. Вот я начинаю проигрывать. До этого момента у нас все хорошо. Каждый идет на своем слое. Дальше смотрим. Вот здесь у нас розовая грань должна быть сверху, а голубая снизу. То есть нам нужно сейчас перейти на розовую грань. Продублировать этот слой. Дублируем. Ставим наверх розовую грань. В верхней части мы убираем первый ключевой кадр. Смотрим, что у нас получается теперь. Итак, едем. И опять у нас что-то не так. Откуда-то появляется вот эта вот грань. А дело тут в том, что когда мы вернемся сейчас вниз и посмотрим. Здесь у нас во втором ключевом кадре стоит 90. А когда мы убрали первый ключевой кадр, то здесь у нас стало 0. Выставляем в первом ключевом кадре 90. И смотрим, что теперь получилось. Вот двигается наша елочка и идет дальше так, как положено. Вот это именно то, что нам надо. Вот теперь они движутся хорошо. А вот здесь, в этом месте, у нас розовый слой не должен будет видеть. Поэтому на этом слое, вот у нас третий кадр, последний. А четвертый мы удаляем. И смотрим, что у нас теперь получается. Вот теперь две наши грани крутятся точно вокруг своей оси. Так как нам нужно. Таким же образом нам нужно добавить еще две грани. Добавляем новый слой. Берем зеленую грань. Открываем ее. Ставим здесь минус 50. Копируем в предыдущий кадр. Добавляем ключевые кадры. Выставляем их. И точно так же нам нужно выставить следующий наш слой. Первый у нас начинался с 0 градусов. Второй с 90. Третий будет начинаться со 180. Значит, становимся на первый ключевой кадр. Выставляем здесь 180 градусов. И дальше добавляем по 90 градусов. Но я в первом ключевом кадре поставила 50. А надо было поставить минус 50. И теперь во всех остальных ключевых кадрах тоже нужно поставить минус 50. Иначе у нас эта грань будет стоять отдельно от всех остальных. Так, возвращаемся в первый ключевой кадр. У нас идет 180. Во втором ключевом кадре 270. В третьем 360. В четвертом 450. И в пятом 540. Мы должны сделать полный круг. Теперь нам нужно посмотреть, что у нас теперь получается. Вот наша третья грань тоже движется непонятно как. Сейчас мы будем это исправлять. В первом ключевом кадре она стоит у нас на 180 градусов. И она будет идти за елочку. Так, что нам ее видно не будет. Поэтому мы можем смело этот слой опустить в самый низ. Что мы сделаем? Нажимаем на вот этот треугольник. И опускаем в самый низ. Смотрим теперь, что у нас получается. Итак, смотрим, что теперь у нас получилось. Вот идет наша елочка. Зеленый листик приходит. И идет так, как положено. Но... Теперь у нас должен идти зеленый листик, а потом голубой. А у нас идет наоборот получается. Голубой у нас должен быть не виден сейчас. Поэтому в этой точке, в третьем ключевом кадре, мы должны зеленый наш слой разделить на два. То есть мы дублируем наш слой зеленый. Перетаскиваем наверх. На верхнем слое удаляем первые два ключевых кадра. И смотрим, что у нас теперь получается. Вот идет елочка. Вот появился зеленый цвет. Опять он идет сюда, а потом появляется голубой. И все вроде бы у нас хорошо. Да? С этим слоем мы тоже разобрались. Теперь добавляем еще один слой. В данном случае он у нас оранжевый. Точно так же выставляем минус 50 градусов ось вращения. Копируем следующий ключевой кадр. Добавляем пять ключевых кадров. Выставляем их. И мы помним, что у нас осталась последняя грань. Начинается эта грань сзади, вот там, с 270 градусов. Вот мы и выставляем ее. Первый ключевой кадр 270. Второй 360. Третий 450. Четвертый 540. И пятый 630. Так, все у нас получилось. Теперь давайте поставим этот слой тоже в самый низ. Он у нас не виден. Пока. И смотрим, что у нас получается. Я медленно сейчас и веду. Вот. Появился у нас наш желтый цвет. Дошли сюда. Дальше. Проходим. Видите, вот в этой точке у нас появился зеленый на фоне А. А должен быть желтый. Значит, в этой точке мы должны желтый цвет разорвать и поставить наверх. Значит, дублируем желтый цвет. Ставим на самый верх. И убираем здесь первый ключевой кадр. Смотрим теперь, что у нас получается. Вот. Появился наш желтый цвет. Теперь он идет прямо. За ним идет зеленый. И все у нас. А вот здесь вот у нас зеленый цвет должен быть сверху. А он у нас получился снизу. Значит, мы становимся на зеленый цвет. Видим, что в третьем ключевом кадре нам нужно поставить его наверх. Становимся на верхний зеленый цвет. Дублируем его еще раз. Ставим наверх. И удаляем первый ключевой кадр. Но перед этим нужно посмотреть. Значит, здесь у нас 360 градусов. Здесь у нас 450. Если мы удаляем первый ключевой кадр, важно, чтобы вот здесь вот было 450 градусов. Потому что иногда программа обнуляет первый ключевой кадр. И смотрим теперь, что у нас получается. Вот пошел оранжевый цвет. Потом идет зеленый. И голубой. И мы вернулись в нашу первую точку. Давайте теперь посмотрим, что у нас получилось. Вот наша елочка из четырех граней. И все идет так, как положено по нашему намеченному плану. То есть елочка у нас вращается вокруг своей оси. Если вы захотите добавить сюда не четыре грани, а допустим восемь, елочка ваша будет смотреться гораздо пышнее, красивее, но смотрите, не запутайтесь со слоями. Там будет довольно сложно. Теперь давайте сделаем елочку не треугольниками, а непосредственно так, как она должна смотреться. Я стою на верхнем слое, захожу в слой коррекция и добавляю половинку нашей елочки. Точно так же на все остальные слои добавляем нашу елочку. И смотрим, что у нас получилось. И вот наша четырехгранная елочка крутится по часовой стрелке. Если сюда добавить еще фон, то у вас получится вот такой вот красивый стиль. Естественно, сюда вы можете добавить все, что вам нравится. Достаточно сложный урок, особенно для новичков. Тут самое главное не запутаться в слоях и знать, куда нужно поставить, какой слой. Какой вам виден, а какой не виден. На этом наш видео урок окончен. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok